Отопительный сезон в штатном режиме. Энергетики призывают партнеров объединить усилия для качественного теплоснабжения потребителей. До 15 сентября жилищные организации республики должны завершить весь комплекс работ по подготовке к предстоящему зимнему максимуму. А до 21 октября выполнить еще ряд условий, чтобы получить шанс побороться за звание лучших. Как энергетики намерены поощрить добросовестные УК и ТСЖ, которые заботятся о своих домах и жильцах, уже знает Лидия Галактионова. Представитель управляющей компании «Олста» показывает инспекторам работу тепловых узлов, которые в доме по проспекту трактора строителей установили три года назад. Они снабжены теплообменниками, регуляторами температуры для регулирования подачи горячей воды и отопления потребителям. Данные теплообменники, они закрытого типа. Они снабжены терморегуляторами. И они также все трубы покрыты теплоизоляцией для экономии тепла. Как показала практика, она где-то процентов на 30 экономнее. Предписание по подготовке к отопительному сезону «Энергосбыт плюс» выдал потребителям еще в мае. А летом тепловая инспекция компании активно проверяла ход проводимых работ. Рачительные хозяйственники прислушиваются ко всем рекомендациям энергетиков. По рекомендации теплоснабжающей организации «Эплюс» были установлены регулирующие шайбы, которые опломбированы инспекторами «Эплюс». Дома, которые обслуживает управляющая компания «Элста», они готовы к отопительному сезону 2023 года. Акт, объясняют специалисты, составляется по каждому виду работ. Затем подписывается итоговый документ осмотра, где указываются замечания, если они есть. По результатам проверок жилищных организаций «Чебоксар» в списке основных нарушений – отсутствие регулятора горячей воды, ограничительных устройств в тепловых узлах домов. В случае, если управляющая компания не выполняет, либо не в полном мере выполняет наши требования, мы это указываем в соответствующем акте, в котором дальше направляется в администрацию города. Администрация города, как и полномочный орган по таким домам, не должна выдавать паспортов готовности. Отсутствие паспортов готовности, как и невыполненной работы по подготовке к отопительному сезону – это прямая угроза перед жителями к прохождению предстоящего отопительного сезона. На сегодня пока менее 50% всех домов столицы выдержали ежегодный экзамен. А в 10 многоэтажках еще даже не приступали к опрессовке труб, проверке приборов учета. Но к 15 сентября такой срок предусмотрен законодательством. Все потребители должны подать в мэрию документы на получение паспорта готовности. И, как показывает практика, оставшиеся две недели будут самыми жаркими. Кстати, качественная подготовка домов к зиме, отсутствие долгов, использование онлайн-сервисов и электронного документа оборота – эти критерии станут определяющими при выборе лучшей жилищной организации. Выполнить все условия участники смогут до 21 октября. А уже в ноябре компания «Нергосбит плюс» назовет победителей, которые получат сертификаты для благоустройства домов и территорий. Леди Галаксенова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.